И снова всем welcome! Это снова я, DanGP. Сегодня у нас хорошая погода. Решил немного записать блог, видосик о том, как же японцы отдыхают на золотую неделю. Сейчас как раз началась золотая неделя. Первые выходные пошли. И это единственный день, который солнечный. Остальные будут дождливы, как обещаю. Ну не знаю, прогнозы иногда бывают некорректные, поэтому возможно будет тепло, а может быть будут постоянные дожди. Но не суть важна. Сегодня у нас речь пойдет про магазинчики в Японии, какие есть, что вообще пользуется популярностью, куда люди ходят, где что покупают. На примере вот этой станции, это станция центр Минами, то есть южный центр. Там в той стороне находится центр Кита. Очень хорошая станция для тех, кто живет в Канагаве. Недалеко от Денентоши линии, я считаю, это прям идеальная станция, где можно отдохнуть. Сюда можно добраться буквально на пару станций от Азамина на Блюлайн. И вы уже здесь. Есть где посидеть, есть где покушать, где пошопиться. Даже можно отдохнуть. Тут массажи есть в этой стороне. Очень много клиник разных. Правда, на золотую неделю они закрыты, я думаю. Но, как видно, один из популярных магазинов Японии. Называется Спорт. Спорт Авторити. Это магазин спортивной одежды, спортивной обуви и аксессуаров. Все известные японские бренды и мировые бренды здесь продаются. Поэтому, если вы любитель спортивного стиля одежды или любите бегать, вам сюда, думаю. Также с этой стороны находится магазин игрушек Toyar As. Это один из самых крупнейших брендов Японии по продаже игрушек наподобие нашего детского мира. На самом деле, вообще в Японии очень много магазинов, которые реально интересно и хорошо сделаны. Они тематические, много очень уникальных вещей, которые продаются именно в Японии. Поэтому я бы вам показал бы много вещей. Но, к сожалению, хронометраж видео на это не рассчитан. Ну что ж, ладно, пойдем посмотрим. Сегодня я решил начать с магазинчика Toyar As. Магазин для детей. Ну или по-нашему детский мир. Игрушки для нас, как бы, или наши игрушки переводятся. Baby's are us и Toy are us. Снаружи он выглядит вот так. Магазин реально большой. Вот видно отсюда прям зал. И там много всего. Когда я был небольшим ребенком, скажем так, мне нравилось вот Lego конкретно. Она до сих пор продается в больших количествах. Я думаю, в России тоже есть много. Но здесь что-то шумно. Ладно, пойдем внутрь, посмотрим, что к чему там. Никаких запрещающих знаков съемки здесь не висит. Поэтому все. На входе нас встречает такая вот дезинфекция. Дезинфекция. И мы проходим здесь. Нас встречает Lego. Jurassic World. И Duplo. Duplo и Jurassic World. Вот это да. До сих пор продается. Кстати, когда я был мелким, тоже такие модели были популярны. А вот, кстати, я вам могу сказать, что в Японии вообще у них скоро будет день мальчиков, день девочек. И вот для мальчиков продаются вот такие алтари. Это, кстати, уникальные вещи. Они все сделаны под заказ, можно сказать. И очень много вещей, которые, ну, вот в другом мире вы не увидите. То есть только в Японии продаются. Вот такие, например, да. Их ставят в Японии в колтарю. Когда вот ребенку исполняется сколько там лет. В зависимости от того, сколько ему лет, вот такой вот размер ему выбираются. И вот тут для него еще кимоножки висят. Цены где-то 80-90 тысяч йен. Вот, пожалуйста, цены видно. Это вот такой вот к алтарю ставится. Тоже продается в детском магазине. Ну, типа в детском мире. А вот Fortnite, кстати, кто играл, может, знает. Fortnite для многих стала популярной игрой. Даже сделали пистолеты с символикой для фанатов игры. Ну, и здесь вот всякие игрушки. Кстати, один из известных брендов в Японии это Tomica. Сейчас я покажу его. Вот такие модели. Скажем так, это сборный чемоданчик такой. Здесь много разных машинок можно поставить. И с помощью сверла. Ну, что это у нас там? Двигателя, в общем, да. Сверлища, это все дело двигается. Очень классно сделано. Интересно. Или вот такая штука попроще. Для детей от трех лет. Также нас встречает здесь чувак из Lego. Полностью сделан из кубиков Lego. Огромная работа, я считаю. Сколько его собирали, я не знаю. Но, блин. На реальном дофига. Lego City. Один из самых популярных наборов. Община, я имею в виду серии из наборов. Здесь постоянно все продается такое интересное. Или бы вот какие-то космическая тематика. Корабли, вот полиция, пожарные. Что еще тут есть? Вон, мотобайки вот прыгающие. Даже есть вот такие макеты, демонстрации, где вы можете увидеть, что это вообще из себя представляет. Это Lego City. Ну, наборов очень много. Средняя цена пятера. Вот за средний набор и десятка за большой набор. Ну, есть и подешевший, конечно. Вот я помню, мне нравился этот самый. Типа полицейского участка. Или вот банк. Классные наборы. Реально. А, вот, по-моему. Самолет даже вот, кстати. Самолет есть. Офигенные наборы. Я бы и сейчас поиграл, если честно. Жаль, у меня его здесь нету, в Японии этих наборов. Классная тема как раз с ребенком позаниматься. Такими игрушками, что-нибудь построить вместе. Здорово. Ну, ладно, пойдем дальше. Вот, кстати, вот, по-моему, пожарная станция. Майнкрафт. А вот, кстати, наборы. Это японские. Нинджага. Новая серия. Нинджага. Это я таких не видел. Типа драконов. Типа таких машин. Футуристичные какие-то. Вот такого плана они. Роботы там, что-то еще. Вот. Замки. Нинджага. Классные. Такие наборы даже есть. Есть даже панели такие вот, чисто для классики. Стандартные панельки, чтобы как платформу использовать, там строить что-то. Ну, дупло тут все понятно. Майнкрафт. Я думаю, Майнкрафт что-то даже видосики запустили. Смотрите по Майнкрафту. Вон, чего. Девушка играет и строит из лего то же самое, что и в этом построила, в игре. Ну, и тут всякие наборы, вон. Домики всякие. Что только нет. В общем, есть, надо что посмотреть. Инфинити Сага. Вот такие даже наборы есть. Ну, ладно, что мы все олега, олега, пойдем дальше. Блин, игрушек прям будет тьма. Здесь реально есть из чего выбрать. Какой-нибудь подарок там племянникам там или братьям, сестрам мелкими, если есть у них там. Прям вообще гништя. Вон, демозавры до сих пор всякие продаются. О, гориллы. А это эти, типа, как их называют-то? Поверман, что ли, что-то не помню, как их называть. Бандай Хиросето прям называется. Даже ситаки вот игры. Футбол, бейсбол. Вон, показано, как играть. Реально, да. Нафига. Кубик-рубик. Стандартный, мелкий. Свечи. Свечи, он и в Африке свеч. Тут особо снимать не о чем, но как бы свечи. Если бы вот он был уникальный, кстати, в Японии продаются с уникальными раскрасками свечи. Я вот, например, жене покупал Animal Crossing расцветка. И док-станция тоже от Animal Crossing. Прикольная. Стандартная, так не очень мне нравится. Что тут еще есть интересная? Давай посмотрим здесь. Ну, машинки вот разные. Вот Альфарды. Во. Бэтмобили. Тут очень много игрушек по аниме, по всяким. Даже футболки есть всякие. Он Майнкрафта и все остальное. Покемон. Покемоны всякие. Игрушки. На самом деле, вот, многие игрушки, здесь вот чисто японская тема, потому что в России я их не видел. Вот Такара Томи, например, да, бренд. Или взять тот же самый Томика, да. Или вот взять вот эти поезда. Я их в России не встречал. Не знаю. Может быть, вы встречали. Может быть, вы знаете, где они продаются. Вот. Но лично я их не встречал. И вот у них есть такие даже самоходные. Ну, то есть, откатываешь назад, и он вперед сам катится. Поезда. Детализация, кстати, скажу вам, в принципе, неплохая для поезда. Для них вот целый есть, вот, целый набор железных дорог, станций, переходы разные. Ну, у тех, у кого большой дом, я думаю, это прям вообще идеально. Вот, можно собрать себе чего угодно. Хочешь, там себе круговую просто сделал, хочешь с депо и чего угодно. Даже есть вот такие, да, наборчики. Ну, цена средняя, вот, где-то 2,700 за такой набор, да. А тут 500 за такой. Тут несколько штук, там, 2,3. И вот мы приходим к Томика. Томика один из известных японских брендов, который делает маленькие игрушки. Ну, и наборчики тоже. У них есть вот, как парковочные всякие, такие лоты. Есть большие машины. С этой стороны даже поменьше есть. Это мы уже видели. А вот оно, вот так выглядит. Нажимаешь, нажимаешь, и оно работает. И вот такие машинки. Там разные, причем они очень хорошо сделаны, качественные, я считаю. У меня есть дома несколько таких моделек. Ну, не именно конкретно вот эта машина, а другие. Они все под номерами, поэтому их очень удобно искать. Вот вы просто номер запоминайте, приходите и ищите. Вот там разные пожарные машины и чего только нет. Тут есть даже целый стенд. Обычно прям... А, ну, вот, вот они. Целый стенд. Три штуки за 1000 йен можно купить. Вот, скидка до 8 мая. И вот там разные такие модельки. Что хочешь, покупай. Вон, полицейский. Даже вот такие есть. Это же этот самый вездеходы, да, или вот поезд. То есть автобусы есть, такие Mercedes-Benz. Я серьезно говорю, прям это... Они офигенно детализированные модельки эти. Есть даже такие из игр. Это машина, как она называется, тачки. Мультик называется Тачки. Вот, с коровами. Вот, вот кому нравится их кран. Пожалуйста, кран. Огромный. Автовозы. Даже есть вертолет. Но вертолеты я, кстати, не встречал. Вот, видит, прикольно. А, ну, погнали, Даша. Вот они. Disney Cars этот. Ну, а также на радиоуправлении, конечно же, тачки разные. Дроны. Это такие игрушечные, в основном, чисто дома полетать они. Они маломощные. Я считаю, ну, не стоит тратить деньги на такие вещи в игровом магазине. Лучше взять чуть тот же самый Telo, DJ Telo. Все лучше. Вот даже вот такая ламба есть. Авентадор. Всякие бэтмобили. Ну, понятно. Ладно, здесь игрушки. Нерф. Вот, нерф, кстати. Не знаю, в России он популярный, нет. Но вот в странах Азии, в Америке, вот, очень популярные эти нерфы. Разные виды оружия. Тут автоматы, пистолеты, гранатометы. Такие вот разные есть. И стреляют такими этими мелкими вот дротиками. Заряжаешь и стреляешь. А с этой стороны подобие Томики, только Специти называется. Пожалуйста, вон. Вот пацан стреляет тут. Недолет. Ладно, что, пойдем дальше. Посмотрим, что-нибудь интересное здесь. Бейсбольная тема вообще. В Японии очень популярная, на самом деле. Это не для машин. Не для возить с собой. А именно играть в бейсбол. Это вот детские биты, маленькие, легкие такие. И тренировочные такие. Как сказать. Ну, такие стенды. Просто ставишь и тренируешься, бьешь. И как оно вообще. Ну и перчатки, если там вы хотите поиграть. Вот это учебные мячи такие вот, легкие, мягкие. Покупаются, чтобы руку не отбить. Играешь. Я, кстати, тоже тренировался, играл здесь с друзьями в Японии. Даже есть вот такая машинка на электро... На аккумуляторе, по-моему, она. Скейты. Но это уже для более взрослых детей пошли. Тут же скейты. Хочешь коньки. Вот эти я забыл, как он называется, рипстик. Не знаю, честно, я не катался, не могу сказать. О, даже динозавр есть. Двигается. Смотрите. Если вот это делаешь... Ну, кто-то проходит здесь, и он двигаться начинает. Да? Не хочет двигаться. Это вот джирастик парк здесь. О. Там вот колонка стоит. У меня ничего так прикольно сделано. Вроде пластиковая, но, блин, огромная штука. Вот тут разные наборы паркерского периода. Это тоже для детей, я думаю, что тут смысла нет показывать. Что к чему есть. Можно поснимать вот в велики. На чем здесь в Японии катаются. Ну, вот начинают от самых мелких, вот таких с крышей. Да. И вот больше, больше, больше. И потом вот до таких доходит. Уже здоровые велосипеды. Шлемы для них, кстати, тоже тут. Ну, для детей, естественно. И наборы защиты. Как же без защиты никуда здесь. Учитывая то, что как здесь носятся эти мамаши на велосипедах. Защита нужна. Защита нужна. Шлич какой-то, шлич. Это вот такие вот животные разные. Слоны. Коровы эти, свиньи. А вот тут только нет. Вон, тигры даже. Ну, кстати, детализации. Посмотрите, насколько детализирован сделан этот тигр. Или вот взять, например, этого пятнистого леопарда, по-моему, или как он там называется. Кто это? Честно, не знаю. Но, в общем, эта контора делает практически, вот видите, вручную они раскрашивают этих животных. Даже вот спайдер есть. Вот такой тарантул. Классные очень модельки, реалистичные. Можно подбросить подружке куда-нибудь в сумку, пока она не видит, и посмотреть на реакцию. Только главное быть подальше в этот момент. Даже есть вот эти, телескопы даже есть, смотрите. Вот эти японские дети очень любят телескопы. Их очень много продается даже в бэушных магазинах. Поэтому, ну, стоимость, конечно, дикая. Я бы не стал покупать вот такие бабки. Вот такие вот драконы. Кого только нет, блин. Ну, вот динозавры. Ну, тут это уже магазин для маленьких. Игрушки с этой стороны. Но, как вы видите, выбор есть с чего. Вот, магазин огромный. Игрушки развивающие. Тоже здесь музыка. Тут нажимаешь. Вот такие вот, музыкальные. Прикольные темы, конечно. Можно поматься, что-то поиграть. Такие даже есть. Одежда детская. Ну, это понятно. Это здесь уже с этой стороны вообще вот до конца. Это уже детская для новорожденных. Ну, и просто одежда. Ну, и также всякие видео обучающие или мультики. Вот, пожалуйста. Пау Патрол. Пау Патрол. Вон. Чего только нет. Этот паровозик известный. Ну, и разные игрушки. Тут уже, в зависимости от возраста, тут, соответственно, есть и для мелких, и для больших детей. В общем, выбор огромный. Ну, я думаю, в больших городах, в этих супермаркетах, типа, детского мира, в России тоже очень большой выбор. Но некоторые вещи, которые в Японии продаются, я думаю, будут интересны вам посмотреть, потому что много уникальных игрушек, которые продаются только в Японии. Вот на примере этого вот Анпанмана, да, это чисто японская тема. Их очень много и популярен в Японии. Много разных серий. Есть вот про всю команду. Есть чисто какие-то игрушки вот наподобие таких мягких, развивающие. Есть вот побольше шары такие уже, мечи. Ну, как бы, на весь спектр. Даже такие. Прикольно. Или вот карандаши, можно тут даже порисовать. Ну, это же, шли всякие раскраски. Мы сейчас посмотрим, что тут еще есть. Ну, это вот для новорожденных. Разные развивающие такие маты там с игрушками, с разными. Это вот. Кстати, вот Фишер Прайс. Это известная контора американская, по-моему, американская, японская. Вот в этих игрушках, кстати, есть и английский, и японский язык. Вот, к примеру, если слышно там. Вот слышите, там по-английски говорит. Это, короче, тема такая для билингвистов, ну, в общем, детей. То и английский, и японский изучают очень хорошо. Оба, поехала. Только баланс. Баланс-бол. Прикольно сделали. Ну, а также детские коляски, конечно, куда же без них. Детских колясок здесь, блин, дофига. Да, вы посмотрите только, есть из чего выбрать. И всякие вот джипы. И обычные, как их называют, там, Smart Angel. Вот такие игрушки. Вот такой вот магазин Toy R Us. Очень много разных игрушек, вещей. Все для детей. Рекомендую к посещению, если будете в Японии. Возможно, вы найдете что-то интересное для своего ребенка. Ну, а на этом все. Надеюсь, вам понравилось. Если понравилось, не забывайте подписываться, ставьте лайки. Делитесь этим видео с друзьями. И нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео о Японии. А также подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылка будет в описании. Я буду публиковать все изменения касательно канала. Ну, и новые видео будут также выходить и там. Ну, все. До новых встреч. Увидимся.